Всем большой привет, дорогие друзья! Вы в прямом эфире. Уже через несколько минут у нас сегодня будет прямой эфир с замечательным человеком. И это будет очень-очень для вас полезно, дорогие друзья. Если вы меня слышите, поставьте лайк. Пока все собирается. Спасибо огромное, что вы меня слышите. Сегодня будет очень интересный момент. Расскажу вам предысторию. Многие участники, которые у нас принимают участие в конкурсах уже на протяжении 6 лет, друзья, анонс будет перед тем, как вы все собираетесь. Сегодня будет отличный эфир, какой я вам сейчас расскажу. Итак, на протяжении 6 лет все спрашивают, зачем конкурсы нужны. Если ты маленький ребенок, понятно, это нужно какие-то соревнования. Если ты взрослый уже человек, состоялся, работаешь предпринимателем или в заводе, совсем ты не связана с искусством, да? Ты закончил когда-то музыкальный университет, институт, музыкальную школу или художественную школу. И сейчас, особенно с коронавирусом, это было связано. Все, многие из вас, друзья, начали идти в искусство, ну, потому что вы сидели дома и начали находить в себе то, что вы очень талантливы. Так вот, на протяжении 6 лет люди спрашивают, зачем мне это надо, что дальше, что дает конкурс. То есть, конкурс дает, конкурсную таблицу, 71 страну, где вы принимаете участие, друзья, где вы соревнуетесь между собой, где вы показываете свой талант, да? 71 страна, ничего себе. И получаете британский наградной диплом. Дальше вы попадаете в топ талантов мира на сайт, где это тоже престижно. А вас пишут статьи, снимают передачи и так далее. Что дальше? Хорошо, дальше. Вот у нас 15-16 сентября пройдет фестиваль в Лондоне, друзья. И куда многие из вас приедут и уже многие делают визы, да? Это у нас будет четвертый фестиваль в Лондоне с вручением ежегодной премии, талантов, где два дня будет большая выставка, где будет организовано большой комьюнити. Дальше. Что же дальше? Так вот, что дальше, я вам рассказываю. Дальше мы проводим прямые эфиры, где мы вас обучаем, друзья, как монетизировать свой талант, как научиться его продавать. И продавать его дорого, друзья. Так вот, сегодня у нас будет очень интересный эфир с очень интересным человеком. И он вам расскажет, как можно монетизировать ваш талант. Вот вы все художники, музыканты, вокалисты, да, композиторы, друзья, вы можете монетизировать талант. И об этом мы сегодня с вами поговорим. У нас сегодня будет очень интересный человек в эфире. Пока вы все присоединяетесь, я вам зачитаю, чтобы правильно все было, чтобы я ничего не напутала. Так вот, представлю. Сегодня у нас будет Антон Петренко, Амазон-предприниматель, друзья, в нише издания книг более 10 лет. Развивает издательский бизнес на Амазон. За все это время выпущено более 400 книг. Проконсультировал больше, чем тысячу начинающих издателей, писателей со всего мира. Благодаря бизнес-модели на Амазон уже миллионы писателей смогли представить свое творчество миру. И сотни тысяч предпринимателей реализовали свои финансовые вопросы и запросы. Так вот, друзья, об этом мы сегодня и поговорим. Многие из вас скажут, ну, подожди, я же не писатель. Конечно, многие из вас здесь не писатели, друзья. Но многие из вас пишут картину. А вот как монетизировать свой талант, если ты художник? Мы об этом сегодня и поговорим с Антоном Петренко. Как можно монетизировать свой талант, если вы композитор? Интересный вопрос? Мне тоже. Антон, будем рады вас. Подавайте, пожалуйста, запрос. Сейчас я посмотрю. Друзья, простите, плохо вижу. С вашего позволения сейчас надену очки. Антон, подавайте заявку, пожалуйста. И мы с вами сейчас свяжемся. Сейчас, одну секунду. Запрос отправлен. Так, пойди. Ждем. Дай Бог, все у нас получится. Finger cross, как говорится. Потому что не всегда в Лондоне у нас происходит связь. Надеюсь, все получится. Браво! Я вас святаю. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Так, а я вас почему-то не вижу. Так и должно быть. Я себя только вижу. Не знаю, Антон, попробуйте еще раз. Давайте так. Вы меня видите? Я вас вижу. Да. Я себя вижу. Да. Друзья наши нас видят? Друзья, напишите, пожалуйста, видно ли Антона в эфире. Напишите, пожалуйста. Так, друзья, напишите, видно ли Антона и меня в эфире. Будьте добры, потому что не всегда бывает хорошая связь. Видят. На вход и выставка. Все. Видят. Видят. Антон, очень интересно. Я очень хотела с вами поговорить лично даже для себя. Мне очень интересно, как я могу монетизировать свой талант. И такие же наши участники. Многие из них, которые открыли музыкальные школы. Ну, об этом поговорим. Представьтесь вы сейчас. Может быть, я что-то неправильно о вас сказала. Представьтесь и мы начнем. Да, окей. Меня зовут Антон Петренко. Я действительно... У меня финансовое образование. Я абсолютно не творческий человек. Я не пишу, не играю, не танцую. Да, могу потанцевать, конечно. Но, да, у меня основная моя деятельность последние 10 лет. Это я издатель книжек на Амазон. Вернее, давайте так скажем, все, что выглядит в книжной форме. Это могут быть нотные тетради. Извините, если я какие-то моменты буду называть не так, как они есть. То есть книги, воркбуки, тетради. Ну, в общем, разноплавные товары, которые выглядят в виде книги. То есть что это значит? Есть листочки, они сшиты. У них есть обложка, корешок, все вот эти элементы книжки. Но у них может быть разное предназначение. Например, для художников это может быть их сборники, их работ, например, в цветном формате распечатаны. И у меня есть три таких направления работы. То есть первое, я все это 10 лет я торгую своими книгами. Но своими в плане не пишу, я заказываю, для меня их пишут. Права остаются за мной. Я выступаю как издатель. Я думаю, если у нас есть, есть кто писатель, автор и кто имеет опыт работы. Друзья, напишите, пожалуйста, кто вы, что вы. И если есть вопросы, пожалуйста, пишите, мы будем отвечать на эти вопросы. Спасибо. Да, также у меня есть издательский сервис, который, по сути, подготавливает ваши материалы. Он берет, по сути, ваши материалы, делает запрос и форматирует их, оформляет их, форматирует, запаковывает в тот формат технический, который подходит для Амазона. Чтобы иметь возможность его продавать, показывать по всему миру, по сути, на всех Амазонах. Американский, австралийский, канадский, немецкий, в общем, все европейские абсолютно. Мексиканский, японский. В Китае нету там, ну окей. Вот. И, безусловно, да, у меня большой в этом опыт, как вы понимаете, за 10 лет. И я также консультирую отдельно. Когда-то автора, когда-то издательство, когда-то отдельных бук промоутеров. То есть, какие-то издательства хотят выходить на Амазон, тоже обращаются. Я могу предоставлять разный комплекс услуг. Либо консультационный, либо, возможно, там поучаствовать в каком-то там процессе или проекте. Более, скажем, активно, давайте так назовем. Вот. Супер. У нас уже есть вопрос. Скажите, вот, какие направления к них будет, если это приурочить нашим артистам, музыкантам, художникам, вот, как они могут монетизировать свой талант? Вот с там, чтобы мы после нашего айтира, они все сразу записались к вам на консультацию и получили вот более подробные потом уроки. Да, ну, давайте я чуть-чуть несу ясность, потому что самая большая такая боль, это называется, да, на маркетинговом языке, или вот что ли, неудобство, давайте, мне больше слова нравится, что человеку, который, у него есть какой-то текст, да, или есть какой-то, ну, условно, материал, то, обращаясь в издательство, ему нужно, издательство ему обычно скажет, ты и с идеей приходи, и деньжат принеси, ну, думаю, всем известно, да, вот, Заряна, да, если я правильно прочитал по нику, да, вот, Заряна пишет верши, она приходит с вершами до издательства, он ей скажет, и тащи гроши, и верши, мы тогда тебе, господи, порбачься, опубликуем. Вот, значит, в чем особенность именно Амазона, это вот, ну, скажем, ой-ой-ой, значит, особенность Амазона в том, что есть система, она в английской терминологии называется print-on-demand, то есть, по-нашему, это если калькированно переводить, это означает печать под заказ, то есть, что это значит, это значит, что у Амазона есть своя типография, и она настолько велика, что ей нет необходимости печатать, там, тысячу, там, минимальный заказ какой-то, там, сто или тысячу, или, там, сто тысяч копий, то есть, она может распечатать одну, заложить стоимость этой печати на покупателя и, соответственно, спаковать ее, оформить, отправить на доставку, принять деньги за счет платежной системы своей и отправить вам ваши роялки, вот эта вот система, она называется print-on-demand. Есть разные компании, которые ей пользуются, но Амазон – это лидер, по сути, рынка, там, книжного, да, особенно в англоязычных странах, это Америка, там, Британия в том числе, кстати, самые читающие, да, и, там, Австралия, Канада, да, если мы, там, англоязычные берем. Поэтому вот нужно понимать, что, по сути, вам производство вашего, ну, давайте я буду называть книга, но нужно понимать, что это может быть и нотный сборник и что угодно, то есть, оно в форме книги, оно обходится, по сути, ноль, то есть, вы не вкладываете в тираж, потому что любое издательство, приходя, оно скажет, давай, там, деньжат, да, мы тебе распечатаем, отдадим, и ты будешь продавать. Потому что обычно издательства, они, ну, разные ситуации, давайте так, но в основном они занимаются, зарабатывают на подготовке и на тираже, то есть, это основная их, по сути, деятельность предпринимательская. То есть, они крайне редко занимаются именно продажей, то есть, это, то есть, они крайне редко размещают книги, особенно неизвестных, еще неизвестных авторов, куда-то по книжной, скажем, этой сетке какой-то своей, то есть, у них другая, на самом деле, работа. Вот, поэтому, как можно, значит, есть два... Один вопрос, скажите мне, еще раз подытожим. Если я художник, пример, да, что я могу напечатать, чтобы, какую книгу, чтобы ее потом могли купить, да, скажем так, вот пример. Да, значит, давайте действительно такой брейнсторминг сделаем, вот, кто еще хочет поучаствовать в нашем, напишите, пожалуйста, вашу, скажем, профессию, да, или вашу творческое направление, и мы попробуем, я попробую накидать каких-то идей, вот, как, что это может быть, да, то есть, в виде книги, что это можно сделать. Давайте начнем с художника, да, спасибо за вопрос. Значит, что может сделать художник? Первое, если он, ну, естественно, он там рисует в каком-то формате, в смысле, в каком-то стиле определенном, то мы можем на Амазоне, по сути, сделать его, я думаю, это будет называться альбом, альбом его работ, да, он, то есть, он его, мы его, условно, там, оформляем, заливаем на Амазон, и он готов, все. Любой человек может приобрести, даже сам он себе может приобрести, соответственно, свою работу, да, и вот она у него будет есть. Или же он, значит, таким же образом, он может, по сути, закрыть вопрос, то есть, если есть люди, которые хотят увидеть его, этот альбом, в другой стране, там, предположим, он живет, там, в Британии, а кто-то хочет из Канады, да, то, как бы, традиционный путь какой? Распечатать этот альбом, пойти на почту, заполнить анкету на почте, да, отправить, вот она доехала и пришла. То же самое можно сделать через Амазон, то есть, дается линк опубликованной книжки, да, ну, ссылка по-русски, да, ссылка, человек себе заходит, там, покупает, рассчитался карточкой, и Амазон ему, там, в течение двух-трех дней, по сути, предоставил книгу, да, сам распечатал, шил, доставил, и все, есть. Это очень важно для того, чтобы себя, свой талант популяризировать, правильно? Да, да. Да, это анкету, его, он уже такой прудой художник, потому что о нем не только пишут газеты, снимают фильмы, да, передачи, а уже он публикует свои альбомы на Амазон, и если он такой офигенный художник и становится им, уже могут его альбом покупать, правильно, друзья? Супер. Да, это некая такая популяризация, как бы, поднятие бренда, да, вот когда вы слышали, там, про, как это, раскрутка бренда, да, вот есть такой, как бы, маркетинговый ход, то есть само наличие книги вашей в виде любой формата на Амазоне, оно добавляет вам баллов, да, потому что есть такое, ну, скажем, условно, если бы вы увидели мою фотографию, там, со Шварценеггером, вы подумали, какой интересный лысый молодой человек стоит рядом со Шварценеггером, да, ну, я утрирую, то есть его часть его шварценеггерской, этой, скажем, популярности перекидывается на меня, да, вот, это, кстати, почему девчонки, значит, молодые, и это вот, любят там рядом с Феррари каким-то сфотографироваться, то есть они хотят часть Феррари вот этой популярности чуть-чуть на себя примерить, и, значит, в Инстаграме выглядеть более феррористично, так называемое. Эффектно, да, все правильно. Да, эффектно. А давай, вот у меня спрашивают, есть ли он музыкант, музыкант, и он пишет даже свои, как и композитор, и как музыкант, он может это попробовать? Да, это вообще легкотня с музыкантами очень просто, значит, смотрите, это ваши работы, то есть, да, в виде нот, да, тут, смотри, какой музыкант там есть, там, подождите, музыкант и певец, это разные, да, извините. Значит, первое, это ваши, как это правильно сказать, композиции, да, то есть в виде нотных сборников могут быть. Второе, это аранжировки известных произведений вами, да, то же самое. У меня обращались, кстати, ребята, британцы, там, семья, которая, они там оба поют, вернее, он, там, Филиппа и Филипп, одинаковое имя британское, Филиппа и Филипп, вот он играет на пианино, и она поет, и вот у них там, они взрослые такие, под 75 лет, вот мы во Франции как-то познакомились, и у них вот такие толпы просто, не толпы, килограммы этих вручную написанных, их аранжировок разнообразных, их работ, их там песен, то есть вот все это можно оформить, по сути, и опубликовать, да, то есть опубликовать. Что еще? Значит, если вы еще ко всему прочему, это у меня были такие обращения, если вы, например, обучаете какому-то, там, игры на гитаре, на портепиано... Вопрос, да, как раз я хотела вам задать этот вопрос, да, для учителей, для тех, которые обучают музыке, да, даже деток, вот, что могут они публиковать? По сути, это здесь больше надо спросить именно этого самого коуча, да, то есть что он дает детям, скорее всего, какие-то, скажем, разные сложности тоже, наверное, какие-то нотные сборники, да, которые подходят там для определенного уровня ребенка, да, на каком-то этапе, или же, ну, я вот это точно вижу, или же это прямо книга, как там, как научиться играть на пианино, то есть прям, или там на гитаре, да, например, то есть в котором будут пошаговые уроки изложены. Это, кстати, очень-очень много оказалось, ну, ко мне вот музыканты воззвонили, почему-то с пианино, и, как вы знаете, на примере собрать Америку, я не знаю, вот, Инесса, как в Британии, но в Америке творчеству очень много уделяется, уделяется, как для разностороннего развития детей, то есть прямо очень много, ну, уделяется, как бы, времени, внимания, да, и там прямо, ну, давайте назовем, заставляют детей это делать, да, пока не проявится там именно интерес там реальный у ребенка, безусловно. Вот поэтому мы можем делать. Про писателя, я думаю, спрашивать совсем, как бы, понятно, да, то есть пишем, публикуем, вот, пожалуйста, книжка есть ваша, да? Так же все, вокалисты, так же. Вокалисты, так, вокалисты, ну, наверное, песни, я думаю, да, или же, вот тут мне интересно, кстати. Хорошо, я подскажу, Борис, может, а биографическая книга, биография о себе, о вокалисте, что он пропел 20, 30, 40 лет на сцене, автобиография, скажем так, и он может ее публиковать? Да, да, может. Это, смотрите, Амазон пропустит любой текст абсолютно, то есть это может быть что угодно, то есть абсолютно. И автобиография, да, безусловно, может быть, и это будет, по сути, ваша страница на Амазоне. На Амазоне, кстати, еще тоже будет интересно вам, значит, на Амазоне после того, как вы опубликуете любой вариант книги ваш, там, музыкальный, там, любой абсолютно, да, то вы еще можете сделать страницу автора, это называется, это, там, будет ваша фотография, господи, биография, фотография, ваши работы, ваши книги, то есть это как такая внутри Амазона прям страница с вашим именем, будет там написано amazon.com, слэш, ну и какие-то там цифры, буковки у вас будут, то есть ведущие прямо на вашу страницу. Это то же самое может являться, по сути, я не уверен, будет ли оно там, да, развитие бренда, я не уверен, будет ли оно там в Google где-то индексироваться, но вполне возможно, то есть ища вас по имени, возможно, оно будет показывать амазоновскую страницу, если вероятно. Вопрос еще один, видно, зачитаете? Да, давайте, этот альбом делает Амазон, да, Амазон печатает на своей типографии, в зависимости от того, где приобрели этот продукт, альбом, соответственно. То есть если в Германии, есть где-то, скорее всего, в Польше, я думаю, у них типографии, там большие типографские возможности у поляков. Если в Америке, то в ближайшем штате, который, скажем, ближе к заказу, к заказчику. Вот, поэтому так, а что, а это получается, если публиковать книгу, то нужно переводить на английский язык? Нет, не нужно, вернее, смотрите, значит, есть доступные, так называемые доступные языки, с которыми работает Амазон. Если мы говорим, Амазон может сделать книжку, по сути, в двух форматах и в двух разных обложках. То есть первое, это электронная версия книжки, это для Kindle или любого устройства, там, типа планшета, да, то есть это как файл, по сути. И второе, это печатная версия книжки, ну, сверстанная, да, определенным образом. И она может быть в мягкой обложке и в твердой обложке. В твердой, ну, которой вот постучать можно, и она будет стучать, да, а мягкой это постучать и не будет стучать, то есть такая мягенькая картоночка. Вот, поэтому доступные языки. Доступен украинский язык, русский язык недоступен сразу, как бы, у кого он ближе, но доступны все, которые пишутся латинскими буковками. Английский, немецкий, испанский, там, французский, там, все европейские. Поэтому ваша книжка может быть на украинском, английском и вот других европейских языках. Короче, все, кроме русского, получается. Правильно. Не надо. Ясно. У меня вопрос. Сколько нужно денег, потому что денег, вы знаете, сейчас катастрофически, особенно у артистов их много нет, чтобы вложиться. Сколько нужно денег, чтобы вложиться в этот бизнес? И что нужно поэтапно? Да, ну, я бы тут разделил все-таки, потому что бизнес – это бизнес, а сделать альбом – это, ну, не совсем бизнес. Давайте как-то структурироваться. Ну, начинаем с альбома. Начинаем с альбома, да? Ну, смотрите, давайте так начнем. Значит, вам понадобится, по сути, аккаунт на Амазоне, который стоит ничего. То есть это просто, там, просто зарегистрировали, внесли свое имя, фамилию, там, латинскими буковками, он у вас появился. Вот. То есть это ничего не стоит. Ни отслуживания, ни… То есть абсолютно ничего там нет. Значит, почему именно так? Потому что Амазон, скажем, достаточно, по крайней мере, американской его версии, там еще в самом начале его, скажем, становления, то есть они очень хорошо относятся к, по сути, к творческим личностям и к писателям тем более. Если вот вы знаете, кстати, во многих странах, я не скажу каких там, но прямо государство очень сильно поддерживает, как минимум, писателей, потому что это больше моя сфера, я тут больше знаю, и у них даже роялки там не облагаются налогами. То есть он печатает, ну, в смысле там пишет книжки, публикует и там не облагаются налогом. То есть даже есть такая поддержка. Например, в Канаде, да, у них там ASBN бесплатные, ASBN такой номер, который обычно стоит денег, выдает просто там библиотека, грубо говоря. Вот. Поэтому аккаунт бесплатный, то есть вы все можете зарегистрироваться, вот забежите там ко мне на YouTube-канал или там найдете меня, то у меня прям на YouTube-канале бесплатная инструкция, как это сделать. Там никаких подводных камней, никаких там верификаций, никаких сложностей. Это там 4, не знаю, минуты, он уже у вас есть. Теперь по поводу самого продукта. То есть первая, безусловно, самая такая творческая часть, он у вас уже должен быть готов, условно. Если это альбом, значит, должны быть подготовлены в каком-то формате, там, ну, в электронном имеется в виду, ваши работы, это нужно отдать наверстку книгу, да, то есть профессионалу. Можете вот к моему там паблишмент сервису обратиться, они сверстают вам книгу, ну, под ваши задачи. И там цена, она такая, достаточно, как сказать, потому что она будет зависеть от количества, сколько нужно часов на ее выделить, грубо говоря. Да, то есть если там тоненькая книжка, там одно количество часов, если потолще, там или с текстом, то больше. Цена, ну, мне сложно сказать, ну, там оно может быть от 50 долларов, и там, не знаю, там до 250 в зависимости, опять же, от объема работы. Вот, ну, то есть неглобальные, так назовем, неглобальные деньги абсолютно. Так, вот вопрос у нас сразу по верстке есть, да. А какой формат верстки, где смотреть на Amazon формат? Значит, у вас, по сути, есть в самом кабинете формат, вы имеете в виду размеры страницы или формат файла, вот не могли бы уточнить. Потому что, в принципе, все это есть, давайте так, смотрите. После регистрации кабинета у вас будет там куча материалов от самого Amazon, которые можно поискать и, там, обнаружить, какие доступные форматы есть, у них есть разные, там, калькуляторы, там, и так далее. Другая задача, вы можете обратиться, вот, в издательский сервис или в любую службу, которая, службу, говорю, агентство, там, которые форматируют под Amazon эти, там, материалы, книги, то есть подготавливают, да, они вам быстрее это сделают. Так, размер страницы и подготовка для печати. Да, размер страницы их, давайте так, они практически все под, ну, подходят там, то есть, условно. То есть, если у вас уже сверстана книга какая-то, да, то она подойдет, то есть, ее можно опубликовать. То есть, я имею в виду размеры, да? Можно вопрос, скажите мне. Хорошо, если у нас много талантливых людей, которые хотят напечатать книгу, они все придут обязательно к вам на курсы, и курс у вас, я видела, недорогой. Но, скажите мне, если, так, хотела задать какой вопрос, если я все-таки не могу укомплектовать это все, то, что у меня есть в голове, мне поможет GPT-чат или нет? Сверсткой нет. Нет, не сверстка, а текст. Как помощник, да, как помощник может. Но полностью заменить человека не может, именно в творческом плане, абсолютно. Он не справляется, он сильно много там, сильно много о себе возомнил, так называю. Да? Хорошо, а что вы предлагаете? Не, ну, частично, да. Если у нас есть, допустим, музыкант, да, который написал свою нотную, грамотную, который хочет, желает подредактировать текст, он может воспользоваться GPT. Там, в принципе, и не так много, это не художественная книга. Смотрите, я рекомендую все-таки использовать... Или вы рекомендую? Да, могут. Я использую редакторов использовать. Именно на том языке, на котором, ну, соответственно, публиковаться будет. Что это за редактор? Редактор – это человек, который проверяет текст на грамматику, стилистику и предлагает, если это тесная работа с самим автором, он предлагает какие-то корректировки. Потому что даже, ну, скажем, писательство – это определенный там талант, которым я не обладаю, кстати, да, вот. А редактор, он с другой стороны видит текст, не как писатель даже. И поэтому у них должна такая тесная работа быть. И писатель, он все-таки частично, он как бы влюблен в свою работу, это обычная история, когда он влюбляется. А влюбление – это некая такая нелояльность, давайте так назовем. А редактор, он не влюблен, и он не лоялен к тексту и к заказчику, условно. И он может ему сказать, что давай ты там воды налил, давай мы там поменяем, да, или там повторение, или давай синтаксичь, ну, там, как-то по-другому обыграем эту штуку, и это будет красивее. Если у нас немного текста, и он, в принципе, понятен, да, и человек очень грамотный, он его вычитал, он может воспользоваться GPT. Если нет, он должен обратиться к редактору. Какая цена этого редактора может минимум стоить? На каком языке у вас интересует? Ну, украинский, давайте так. Ой, я честно не могу вам так вот сходу ответить, но это не колоссальные деньги, давайте так вот. Ну, понятно. Я вам скажу, что, да, если бы мы где-то в Европе пошли бы с вами там на ужин покушали, это вот примерно столько бы стоило, и мы бы и не заметили это. Окей. Это не колоссальные деньги. И, хорошо, мы зарегистрировались на Amazon, мы сделали через GPT с редактором текст, мы сделали нотную грамоту, написали свои стихи или сделали свой альбом. Дальше. Какой дальше наш шаг? Да, мы отдали, то есть когда есть готовый материал, мы его отдали на верстку, нам отдали файлы, и мы, по сути, через свой кабинет точно так загрузили. И в течение примерно 72 часов оно появится на Амазоне. То есть появится страница, да, обложка, там все вот как бы оформлено. И у вас есть уже ссылка на этот ваш продукт. И, соответственно, вы ею можете уже, что хотите делать, там, в соцсетях размещать, там, говорить всем, вот, смотрите, здесь есть. Я чемпион. Да? Да, это очень приятная история. А обложка? Обложка. Мы забыли сделать обложку. Как нам сделать все-таки эту обложку для нашей книги? Лучше, смотрите, есть, можно кто, как бы, ну, художниками понятно, они просто сделают это в удобной программе красивенько, да, или в конве, там, или еще где-то, вот. А все остальные просто обратятся, обложка стоит, там, не знаю, там, не так дорого тоже, то есть, и вам сделают обложку. Хорошо делать обложку, например, там, понятно, в зависимости от темы, но именно, вот, когда это авторский контент, и вы популяризуете бренд, хорошо ее делать со своей фотографией, да, когда вы красивенько, вот, подгорать, там, после фотосессии какие-то находите, вот, садитесь, да, вот, значит, и все будут понимать, что это авторская работа, да, и люди, особенно, кстати, в Америке, они очень хорошо вот относятся именно вот, ну, к такому материалу, как бы не обезличенному, а именно, ну, авторскому, вот, с каким-то конкретным персоной. А еще, если вы будете работать именно на английском языке, например, и там, понятно, что это Америка и Британия, основные рынки, они очень хорошо относятся к историям, то есть, вот, каждая книжка ваша, она прямо, вот, я порекомендовал бы, чтобы содержала вашу историю. Где вы учились, как зовут вашу собаку, насколько вы близки со своими детьми и мужем, то есть, вот, это такой прям, стори-теллинг, он прямо очень важен, потому что, так получается, что, ну, я думаю, вы, ну, на своих консультациях и везде тоже рассказываете, что очень важно для творческих людей, для продвижения их талантов, важно вести тоже соцсети, да, в каком-то формате, где-то Инстаграм, где-то Ютуб, там, в зависимости от направления, безусловно, потому что обычно, ну, очень часто, скажем, особенно в писательской, если мы про писателей говорим, то сначала покупают его как личность, да, вот именно вот, все, вот он такой, вот он, не знаю, там, играет в шахматы, вот он здесь с собакой, вот он здесь с детьми, там, вот он путешествует, да, вот как личность, и потом уже интересуется его творениями, уже, если это художка, безусловно, художественная литература, я имею в виду, вот, поэтому, это я все еще отвечал про обложку, да, поэтому, обложка должна быть с вашей фотографией, представьте, я вспомнил ваш вопрос, думаю, куда же я, куда же вы меня завели, хорошо, как можно на этом зарабатывать деньги, если я офигенный писатель или композитор, и мои, мою творчество покупают, да, творчество покупают, как выйти на то, чтобы зарабатывать деньги, и что вы рассказываете на своих курсах, скажем так. Если, если и так покупают, смотрите, то есть, если это, условно, и так покупают, да, то есть, у человека там покупают его книги, его нотные сборники, его там еще что-то, то есть, вот весь его материал, то Амазон закроет для вас, то есть, смотрите, они же покупают где-то, правильно, то есть, они узнают там, либо в Инстаграме, либо, я не знаю, то есть, на какой-то платформе он это делает. Значит, Амазон что сделает? Он у вас закроет вообще вопрос с печатью по всему миру, то есть, понятно, Канада, Австралия, что там у нас еще, Япония, Европа вся полностью, вот эта вся часть, он закроет вопрос с доставкой, с печатью, с приемом денег, и с отправкой вам роялти, то есть, вас это не беспокоит. Я приведу пример, разницы просто, да, смотрите, у меня есть в городе Харькове, значит, есть известная, психиатр, и у нее психиатрическая клиника, я только, Светлана, а я не помню фамилию, ладно, в общем, Светлана, она Светлана, и значит, и она пишет романы, у нее 4 романа, очень крутых, и они такие, знаете, вот, больше женские, она там вот, травматический опыт, заворачивает очень классные истории, вот именно из психиатрии, с большим опытом, и они очень популярны, то есть, и она это все время продавала через Инстаграм, у нее там большой поток, у нее там полмиллиона подписчиков, подписчиц, вернее, вот, и это был вот инструмент, все, Инстаграм, типография, там, в Днепропетровске, распечатали, распродают, распечатали, распродают, все это придут. Теперь, что, чем заменяет там, а, если у нее были покупки, заказы, где-то, не в Украине, там, половина, то, соответственно, им нужно было, муж у нее этим занимался, как раз он это все брал, запаковывал, шел на новую почту, оформлял эти все посылки и занимался этой неинтересной работой, как вы понимаете. С помощью Амазона они, по сути, муж стал в этом направлении не нужен, он пригодился в каком-то другом, то есть, люди теперь могут получать ссылку, там, заказывают все посылки в Польше, им в Польше доставят, в Германии, в Германии, соответственно, доставят, в Канаде, в Америке, то есть все. Вот и решается этот вопрос, то есть, еще раз повторюсь, прием денег, печать, доставка и отправка ваших роялти на вашу, там, карточку какую-то, вайс, тренер, то есть, причем в валюте, то есть не в гривне, там, в валюте вы получаете, в той, которая вам удобна, евро, доллары, то есть. У нас есть вопрос, фунты, у нас есть вопрос, я уже детский писатель, у меня есть три готовые книги, две переведены и изданы в типографии на английском, что мне делать в таком случае? Вам первое, что нужно заглянуть в контракт, который вы подписали с издательством и посмотреть, чьи там права остались, это первое. Если права у издательства, то вам ничего не надо делать. Все. Это первое. Амазон, простите, если мы все-таки, да, это очень важный вопрос, потому что, если ты даже автор, ну, кто, чьи-то права, то ты уже не автор этой книги, получается, да? Не-не, вы автором остаетесь, но права на распространение на определенном языке, на определенной территории, если мы про издательство говорим, могут быть переданы, потому что, ну, я вот так сообщу информацию, что контракты с издательством не все писатели читают очень там скурпулезно и никого не просят, поэтому иногда они узнают о каких-то, скажем, сюрпризах уже когда в конце, в конце карьеры, так называемые. Вот, поэтому есть такая история, когда есть там... А с Амазоном не будет этих вопросов и проблем? Он не считается издателем? Он не издателем, да, он не издатель, да. Супер. Это супер. И ты также на Амазоне можешь печатать на разных языках, которые тебе удобны. Да? Да, да, из доступных. Ну, получается, если проще говоря, то все, кроме русского и, может, каких-то очень сложных там африканских или китайских. Обычно нет вопросов по китайскому, обычно русский, украинский, украинский, английский. Поэтому, да. Очень интересно. Хорошо, что вы на своих курсах рассказываете, потому что я уже первая к вам записалась, и у меня куча идей, которые я хочу публиковать в своей книге. Ну, смотрите, у меня основное, это, конечно, издательский, у меня обучение издателей, то есть людей, которые, условно, я как себя клонирую, условно говоря, людей, которые заинтересованы больше в заработке, именно в массовом, ну, насколько там им нужно, в массовом производстве. То есть люди по модели издателей идут. Но у меня есть такой адаптированный достаточно курс, он именно для писателей, то есть для людей, которым нужно сугубо, ну, писателей, художников, я имею в виду всех творческих людей, которым они не будут заниматься глубоко маркетингом, настраивать какой-то таргет, ключевые слова, вот эту всю историю, оно им не нужно. И, честно говоря, это как, вот я считаю, что это даже, мы с вами знаем, это разные чакры абсолютно, творчество это одни чакры, а продажи это другие чакры. Они не могут обычно соприкасаться как-то. Также я там хорош, например, в продажах маркетинге, но я, как бы, мне очень сильно нужно заморочиться с творчеством. У кого-то по-другому. Поэтому, если помните, всегда было там отдел этого производства и отдел продаж, да, вот у всех больших заводов и так далее. То есть они никогда, это не один человек, это не одни люди, у них разные там мышления абсолютно. Вот, но они должны как бы соприкасаться. Поэтому, есть отдельный курс, с помощью которого, он называется Сам Издат, я особо не, видите, даже здесь творчество не проявил, просто назвал, как есть. Селс Паблишер, или Сам Издат, как это всегда было. Вот, и с помощью которого, по сути, люди могут опубликовать свою книгу, да, и они, ну, все, что я сегодня рассказал, там будет очень просто подробно, со скринами, с видео, там, со всеми инструкциями. У меня они достаточно такие дотошные, здесь я очень дотошен такой в этом плане. Вот, такое у нас есть. Опять полиция. Да, да, надеюсь, это не за нами, да? Ну, да. Так, еще вопрос, а надо регистрировать ли свои права как патент? Ой, тут права и патент, это чуть разные истории. Значит, смотрите, для Амазона неважно, он проверять вас не будет, абсолютно. И, есть такое понятие, как авторские права, это когда вы регистрируете, ну, конкретное издание, да, вот, такое сформатированное. Значит, его можно регистрировать, и можно не регистрировать. Я скажу вам, если бы вы пришли в издательство, вам бы сказали, да, конечно, это стоит там 500 долларов, например, да, но, я, так сказать, может, расстрою кого-то. Помимо того, что вы зарегистрируете авторские права на каждые свои работы, там, или на одну, то вам еще надо это дело контролировать. Вот, вопрос, будет ли это контролировать, проконтролировать, что где-то там засветилась ваша работа, ее там где-то, не знаю, там на статье разобрали и так далее, это практически невозможно. А представьте, что даже если вы, ну, то есть, в теории, да, если вы физическое лицо, и вы не занимаетесь этим, скажем, ну, не знаю, там, 24 на 7, утечка контента, она, ну, практически неизбежна, если он хороший, и даже если вы это обнаружите, то вам надо еще применить какие-то прям юридические действия, чтобы это предотвратить. Вот, и тут надо задать себе вопросах, будете ли вы этим заниматься, поэтому, что бы вам не говорило издательство, вам, скажем, придется самостоятельно искать эти пути, нанимать. где-то, не знаю, в Болгарии, да, это произошло, то греческий юрист вам ничего не поможет, да, вы там удаленно ничего не сделаете, вам надо прям искать юриста, который на месте будет выявлять, ну, какую-то историю. А если это еще веб-сайт, который непонятно, на каком провайдере там зарегистрировал, и до провайдера вообще не достучаться, там, он где-то в Эфиопии, там, условно, то, ну, это достаточно сложно делать, поэтому я здесь предлагаю, как вам сказать, вы можете зарегистрировать, то есть это прозрачная картина, то есть вы можете зарегистрировать права, но нужно понимать, что оно автоматически не отслеживается, то есть это не автоматическая история, это не как плагиат, знаете, когда дают там дипломные работы или там книги, там, проверка на плагиат, ну, ее легко проверить, да, вот, а с авторскими правами это так не работает. Поэтому мы, я извиняюсь, на СНГшном всем пространстве смотрим фильмы с переводом, да, и не платим на пиратских сайтах. Почему? Потому что они не могут до них добраться, да, до сайтов, которые на украинском, украинских провайдеров, например. Вот, поэтому я здесь предлагаю, ну, как бы не держать это в голове, вот, может, он так звучит не очень, как бы, там, красиво, что ли, да, но больше заниматься творческим и вот дарить вот эту вот историю, а утечка, она практически неизбежна. Скажите, сколько нужно выпускать книг или продавать, да, допустим, в месяц книг или в день, чтобы можно это поставить на поток и зарабатывать на этом деньги? Ну, учитывая, что у вас очень маленький вход и затраты вложения в это производство книги, то тут надо понимать, что книга, она, она больше вот на акт похожа, которая постоянно приносит дивиденды, да, то есть это вот роялти, она так же и называется, да, то есть компенсация, как это, не компенсация, вознаграждение за единожды сделанную там работу, и деньги вы будете зарабатывать в любом случае, то есть вы, вы там закладываете свой процент роялти, вопрос, тут есть еще вопрос спроса, то есть ваша работа должна пользоваться спросом, то есть ее должны увидеть те люди, которым она интересна, я думаю, тут, ну, не секрет, да, потому что если, ну, опять же, кто будет заходить на Амазон, если у них и так продаются книги, то на Амазоне им просто будет буст за счет того, что на Амазоне это 320 миллионов населения этой Америки и сколько там в Британии, миллионов 150, я думаю, где-то, то есть много, да, то есть у них просто, это называется охваты, то есть это объем, то есть рынок, он просто расширяется, то есть условно, их знали вот так, а за счет Амазона знает намного миллионов больше людей, то есть за счет этого будут продажи. Ну, это самое главное, друзья, дорогие наши артисты, самое главное, это развитие вашего бренда, правильно, и о том, чтобы о вашем бренде узнали все, о том, чтобы ваши картины росли в цене, вы же знаете, что если не продвигать картины Пикассо и Айвазовского и так далее, других художников, то никто бы о них не знал, и их картины бы не стоили ничего, правильно, это самое главное, это развитие вашего бренда. Хорошо, еще раз подытожим, что вы рассказываете на своих курсах, обещайте, что вы обязательно с нами выйдите еще в прямой эфир, друзья, а если вам понравился эфир, задавайте вопросы, мы сохраним этот прямой эфир, обязательно, и под этим видео будут ссылочки напрямую к вам на обучение, и еще раз кратко о себе информацию, что можно у вас получить, за сколько времени я смогу публиковать свои книги на Амазон. Вы сможете буквально, не знаю, за неделю, то есть у вас материалы будут, которые вы скушаете за неделю, просмотрите, и потом нужно будет уже приступить к практическим действиям, то есть это достаточно несложный процесс, то есть условно от идеи, от мысли, вот от сегодняшней вот этой секунды, минуты, да, по сути, до публикации книжки у вас буквально 5-7 дней, потому что там настолько все просто, там единственное, что можно заленивиться сильно, знаете, там прокрастинацию какую-то поймать, вот больше причин, скажем, или отвлекающих моментов ну вряд ли может получить, то есть технически она очень просто, регистрация аккаунта, раз, два, три, сверстали книжку, опубликовали, все это 5-7 дней, вот, поэтому по сути там обучающие, у меня есть еще там очень такой стартовый интенсив, который тоже закроет вам все вопросы, давайте я, наверное, просто ссылки добавлю сюда, помощник, Дарья, это сделает, да, без проблем, вот, и по сути оно вам закроет этот вопрос именно, то есть как это сделать, как это опубликовать, как это, как сделать так, чтобы ваше творение, творчество в виде книги, оно оказалось на странице Amazon, и вы могли иметь доступ, по сути, в свою сеть такую товарную определенную, да, по всему миру. И чтобы весь мир, да, знал ваше имя. Итак, друзья, спасибо вам огромное, Антон, и так, с нами был сегодня Антон Петренко, Amazon предприниматель, ниша издания книг более чем 10 лет, развивает издательский бизнес на Amazon. Со все это время Антон выпустил более чем 400 книг, проконсультировал более чем 1000 человек, начинающих издателей и писателей со всего мира. Благодаря бизнес-модели на Amazon уже миллионы писателей смогли представить свое творчество миру, и сотни тысяч предпринимателей реализовали свои финансовые вопросы. Друзья, я вам скажу так, вы, если начинаете, не так, вы же таланты, и вы же, если их продаете, вы не только творите, вы становитесь автоматически предпринимателями, друзья. это и есть предпринимательство, чтобы зарабатывать свои деньги и монетизировать свое творчество. Антон, вам огромное спасибо. Друзья, если у вас остались вопросы, я вижу, что у нас больше и больше к эфиру присоединяются людей, да, эфир будет сохранен в записи. Антон, что бы вы пожелали нашим творческим людям, которые не верят в свой талант, и до сих пор многие из них сомневаются, что так возможно? Вот пожелайте им что-то. Слушайте, я очень в этом плане практичный, и я могу сказать, что надо просто делать. Если вы, ну, просто совершать, как это, поступки, хотел сказать, да, совершать, ну, по сути, так и есть, это глагол, да, совершать, то есть надо действовать, то есть это самое основное. То есть, скажем так, если ваша книга не будет опубликована на Амазоне, то вообще нет шансов, у вас, вернее, у вас стопроцентная вероятность, что они никто не узнает, то есть это стопроцентно. Но если она будет опубликована, сто процентов, что вы там преуспеете именно с первой книги, но у вас шансы, они возрастают. Поэтому у меня, ну, для всех абсолютно людей, чем бы он ни занимался, в том числе троочек, там надо делать. Надо делать, и важно заявлять о себе. Я считаю, без, я когда-то услышал, кстати, я был очень скромным, вот чтобы вы меня, не знаю, было мне 20 лет, пригласили вот так на эфир, я бы просто, под столом бы валялся красная цена, я с собой очень работал, то есть я прямо выходил там, ну, не буду об этом рассказывать сейчас, и у меня когда-то один человек сказал фразу, которая, возможно, очень подойдет, он сказал, что скромность это путь забвения. Поэтому, чем вы скромнее, чем вы меньше о себе заявляете, тем, скорее всего, могут не вспомнить. и наоборот, чем больше вы о себе говорите, декларируете, уверенно, как бы, себя позиционируете, тем, соответственно, люди к вам тянутся, люди хотят быть с вами, с вашей работой, с вашим творчеством, они хотят с вами поделиться эмоциями, поделиться деньгами, пускай даже, да, пригласить вас куда-то, даже хотя бы кофе попить или круассан скушать, это тоже уже приятно. Спасибо вам огромное, Антон, спасибо, что уделили свое время для нас, друзья, для всех, для вас, будет ссылка внизу под сохраненным видео, мы обязательно поделимся этим видео и в YouTube, и все, спасибо, обещайте, что будете выходить с нами еще в эфир, все, друзья, вы верьте в себя, развивайте свое творчество, и welcome на курс, краткий курс к Антону и его команде, он вам расскажет поэтапно, как нужно монетизировать свой талант. Так что, welcome. Спасибо вам огромное и вам всего хорошего, друзья. До встречи, слава Украине и перемогу. Да, героям слава, слава, до побачени. До побачени. Субтитры создавал DimaTorzok